Друзья, вас приветствую! Сегодня на канале о сложном просто, факт по программированию. Фак, конечно же, в хорошем смысле, как обычно я говорю. Номер уже 39-й и давайте покажем, какие сегодня вопросы. На самом деле интересные вопросы и больше всего мне понравился проектики, фреймворк и дампер. Мы на этом остановимся поподробнее. Ну а для того, чтобы не пропустить будущие факты, в хорошем смысле, опять же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну, в общем, все как обычно, вы все прекрасно знаете. Поехали! Итак, первый вопрос. Какой ORM выбрать? Entity Framework или Dapper? На самом деле это очень хороший вопрос. И я буду рассказывать о своих предпочтениях, а вы делайте выводы. Я буду аргументировать, как вы понимаете, в пользу Entity Framework. На самом деле с ним давно работаю и сразу скажу, что против Dapper я ничего не имею. Просто все, что есть в Entity Framework меня полностью устраивает. Итак, отвечая на этот вопрос, я бы хотел вам вот такой вот аппруф. Есть куча всяких разных вариантов о том, что быстрее, что медленнее. Как это все работает. Разные типы вставки, разное количество записей. Множество тестов существует. И в одних тестах выигрывает Entity Framework. Ну, во всяком случае последних версий. В других версиях выигрывает Dapper. И надо сказать честно, что это немножко неадекватное сравнение, опять же, на мой взгляд. И вот почему. Смотрите, в Entity Framework уже встроены кучи инструментов. Такие, как возможность Code First, транзакции, мигрэйшены, change-technики и профси-объекты, которые локальные объекты хранят, то есть некое такое подобие кэширования. В Dapper этого нет. Соответственно, вам придется либо ставить дополнительные сборки, опять же, если они существуют, либо писать это вручную. Ну, и если вдаваться в подробности, давайте пробежимся по тексту. Итак, первое, почему я выбрал Entity Framework, это то, что в нем есть такая фишка, как Code First. И она позволяет сосредоточиться на разработке по 2-mine-driven design. То есть это концепция, которая как-то обосабливает, если так можно выразиться, бизнес-логику от всех остальных, там, баз данных, UI и всего прочего. Вот Entity Framework позволяет абстрагироваться от всего этого, от базы данных в частности, и через Code First управлять вот этими бизнес-моделями. Это, на самом деле, очень круто. В Dapper у меня так не получилось. Дальше. Я не DBA, то есть не database-администратор, который там исключительно охрененно круто знает SQL. Я его немножко знаю и в основном полагаюсь на Entity Framework. Да, теперь он генерирует хороший, оптимизированный SQL. И об этом говорят разные, собственно говоря, тесты. Когда-то, когда я начинал с версии, по-моему, 4.0, когда он там вышел в какой-то после степи превью, он плохой генерирует код и приходилось его проверять постоянно, прогонять его через план выполнения. В общем, я давно уже этим не занимаюсь, я доверяю ему, и у меня нет нареканий по поводу качества кода. У меня нет старых баз данных, в которых куча сторон процедур, там всяких вьюшек, которые все-таки являются частью бизнес-логики, то есть такой двухзвенной архитектуры, и которой невозможно перенести в C-Sharp код, поэтому я использую Entity Framework. С дампером, выполнение стороны процедур, вьюшек, ну, в общем, дампер ближе к SQL, а не к C-Sharp, если вот так вот можно выразиться. Следующее. Встроен инструменты, которые я перечислил, вот Fios, Transaction, Migration и все такое, вот так далее, они работают на меня, на скорость подготовки кода к продакшену, да, то есть я получил какую-то фичу, я там создал какую-то сущность, например, в C-Sharp, нажал там применить транзакцию, у меня в базе все появилось, это быстро. С дампером нужно писать код, как-то, в общем, отслеживать изменения и все такое, да. Опять же, Change Tracking позволяет максимально быстро изменения, которые я сделал, автоматически сохранить, и, конечно же, опять же, нужно понимать, для чего этот Entity Framework существует. Я могу отключить все эти инструменты, которые, в общем-то, в определенных моментах мне не нужны, или я думаю, что не нужны, и скорость обработки большого количества объектов увеличивается в разы, то есть приближается, если не обходит, ну, давайте скажем, приближается к скорости дампер, то, из-за чего он целится. Более того, в версии 7.0 в Entity Framework появились так называемые баллы кооперации на Update и Delete, ну, пока на Update и Delete про Incert они пока, вроде, говорят, что просматривается. Но, суть сводится к тому, что если у вас большое количество данных, там сотни тысяч каких-то сущностей, которые нужно одномоментно, то есть за одну операцию, за одну балл к операции запендюрить базу данных, то теперь это прямо встроено в Entity Framework, никакие экстеншены платные в том числе не потребуются. И работает это очень быстро, то есть то, чего раньше не хватало, или как-то приходилось это обходить, писать собственные запросы, может быть, какие-то там миграции делать, после того, что конкретные проекты под миграцией создавались для синхронизации контекста, ну, я просто видел такие реализации, то теперь это просто из коробки работает и это просто круто. Дальше. Еще на этом аргументы не закончились, поехали дальше, потому что теперь в Entity Framework в седьмой версии появилась поддержка JSON столбцов. То, чего не хватало и то, на что сейчас в основном очень сильно обращают разработчики, которые работают в том числе и с документ-ориентированными базами данных. Теперь в Entity Framework эта поддержка есть, и она на самом деле очень гибкая, и на самом деле очень быстро работает, описание есть на сайте Microsoft. Дальше. Есть такая штука, как триггеры, вы наверняка про них знаете, и если в ваших таблицах эти триггеры существуют, то SafeChange, теперь версии 7, может дергать эти триггеры, это круто на самом деле. В версии 7, опять же, появилась поддержка Table Per Concrete Type. Если не знаете, что это такое, ну в общем, поговоря, есть у вас конкретная сущность, и они связаны между собой в каком-то виде графа, и вот Entity Framework теперь умеет раскладывать эти каждые сущности в свои собственные таблицы. Более того, она умеет не просто их складывать, она умеет их читать и мапать, ну и мапить их обратно в объекты. То есть раньше такой поддержки не было, теперь она появилась, и это круто на самом деле. Еще есть такая штука, как Reverse Engineering Template, когда вы из каких-то таблиц генерируете какие-то классы, теперь вы можете сделать свои собственные шаблоны для генерации этих самых сущностей, то есть C-Sharp. Это тоже на самом деле очень круто. Ну и собственно еще одна важная вещь, Entity Framework седьмой версии можно использовать и на шестой. Это очень круто, в том смысле, что обратная совместимость есть, и это на самом деле дает возможность и масштабирования своих проектов в сторону последующего апдейта, причем очень простого. Ну и еще у меня аргумент. Я умею использовать Entity Framework, я понимаю для чего он создал, я знаю как он работает, и если вы этого не понимаете, то даппер прост, даппер просто маппер, даппер ближе к SQL, если вы любите писать SQL-код, ну в некоторых вариантах это иногда полезно, но надо понимать, что можно SQL чистый писать, но не чистый как, SQL можно напрямую прокидывать и в даппер, собственно говоря, и в Entity Framework. В общем, от вас зависит, какой инструмент вы выберете и для чего вы будете использовать. Если установить Entity Framework и подключать все штуки, которые в нем есть, это будет голый даппер. Ну или почти голый даппер. Я очень сильно утрирую, опять же для того, чтобы это было максимально просто для понимания. По Entity Framework встроено большое количество инструментов, которые ускоряют разработку, но ими нужно уметь пользоваться, это как бы основная моя подача, если так можно выразиться. Ну и если в крайнем случае, опять же, как я сказал, что-то не умеет Entity Framework, или делает это допустим медленно, или неправильно, или у меня руки кривые, или еще что-то, я всегда могу взять написатель SQL, прокинуть его прямо в Entity Framework, который мне предоставит SQL Connection, который подключится, отключится, когда нужно, используя пул, опять же, у него есть такие фишечки. И самое смешное, что для этого мне не потребуется даппер. Я не призываю вас использовать Entity Framework, я вам говорю, что и почему я использую. И на самом деле еще, если говорить про такое понятие, как Community, если говорить про Entity Framework, то пакетов не в 5, а в 4 раза больше. Понимаю, что есть и для старой версии пакеты, и для новой, количество скачиваний конкретного Entity Framework Core ну, раза в 4 больше. О чем я? Ну, то есть, если допустим, вдруг вы придете на какой-то проект, то вероятность там увидеть Entity Framework немножко больше, чем даппер. С точки зрения математики, ни больше, ни меньше. И, опять же, надо понимать, что можно использовать оба инструмента и Entity Framework, как инструмент для управления бизнес-операциями, непосредственно бизнес-процессами прямо в вашем приложении, а даппер можно использовать для каких-то других, там, супер, экстра, мега быстрых. Я видел такие проекты, это на самом деле тоже имеет место быть, надо это, собственно говоря, понимать. Ну, и я думаю, что я ответил на этот вопрос, остановлюсь на этом, вот так вот. Ой, все, поехали. Вопрос номер 171. В чем разница между Entity Unit и X Unit, когда, какой использователь? Ну, друзья, если честно, грубо говоря, большому счету, никакой разницы нет. Единственная разница в названии, в группах, ну, в командах разработки, в названии тех или иных атрибутов, методов и возможностей, которые там каким-то образом, ну, и может быть, немножко разница в записании этих самых инфраструктуры для вот этих вот устройств. Практически никакой разницы нет. В последнее время, последние там 3-4 года, они сравнялись по функционалу и по производительности в том числе. Visual Studio умеет работать, как через, собственно говоря, свой интерфейс, так и с командной строки можно запускать и, в общем, все что угодно, да, и все CD встраивать, разницы никакой нет, тут сугубо личные предпочтения. Я даже попытался предъявить вот такой вот аргумент, то есть, смотрите, там X Unit немножко побольше пакетов и немножко побольше скачивания, ну, может быть, процентов на 15-20, да. Ну, а так, в основном, никакой разницы нету. Если интересно, я что выбрал, я просто с самого начала начинал когда тестировать все вот эти фреймворки для написания юнит-тестов, я пробовал MS Test, Unit и N Unit, ну, и еще там другие, в том числе были для UI. Я остановился на X Unit, потому что, ну, не знаю, наверное, потому что, не знаю, просто я использую X Unit и, в общем, ваш выбор за вами. Ну, и давайте теперь поговорим про вопрос NW172, который звучит, на самом деле, длинно. Давайте я прочитаю. Вопрос про конфигуру await. При false не передает synchronization context. Вроде есть мантра для UI, не трогай, библиотек трогай, но мантра это не по инженерному. Иногда false превращается в кнопку тубу, если в случае, когда он может поломать логику кроме UI. Ну, смотрите, во-первых, мантра, да, мантра, наверное, имеется в виду. Вы назвали это мантрой, и потом говорите, что мантра это не по инженерному. Это не мантра, это указание, как работает конфигура await. И не нужно называть его мантрой, это правило. Когда вы синхронизируете контекст библиотеки, а ваша библиотека будет называться в другом приложении. Ну, это правило. И оно действительно работает. Я, на самом деле, попытался в какой-то момент поломать логику, ну, кроме UI, но у меня не получилось. На самом деле, вообще, C Sharp, он сейчас достаточно умный, и двигается в сторону еще умнения, как-то, приобретения ума. Поэтому, вот у меня не получилось, так что я не знаю, какие случаи у меня не нашел. Если найдете, пожалуйста, напишите мне просто интерес. Ну, и еще один вопрос, номер 173. Подскажите, как правильно зарегистрировать Generic Mediator через Reflection? Ну, это такой, слишком специфичный вопрос. Я могу подсказать, как делал это я. У меня есть сборка, которая называется clogong.isp.netcore.controllers. Она лежит в GitHub. Вот, собственно говоря, код, как я регистрировал, медиатор, используя уже свои надстройки. Я думаю, что тут будет понятно. Ну, и еще надо сказать, что Reflexe, это настолько, ну, наверное, такой личный подход имеет, потому что она работает с конкретными объектами. И я вам не могу сказать, как это писать, потому что нужны конкретные объекты, что вы с ними хотите. В принципе, и правила, которые вы применили в ООП, создавая набор объектов, из-за этого Reflexe работает, соответственно, по-разному. Так что, как пример, могу привести вот свою реализацию. Ссылка в описании, на самом деле. Вот. Ну, наверное, тут, наверное, вам с этим придется разбираться. Вопрос номер 174. Можно ли, используя структуры, вызвать Stack Overflow Exemption? Ну, или Span? Выделяя много и часто на стеке вроде, иногда хочется выделить память на стеке, но боязно кажется, что это как-то не предсказало. Ну, кажется, да. Ключевое слово – кажется. Вот. И, на самом деле, я, опять же, попытался прям сильно много выделить. Не знаю, может быть, у меня машина быстрая какая-то. В общем, мне не получилось ей забить стек. Вот. Ну, не знаю. Может быть, у меня, опять же, руки не с того места. Если получится забить, у меня не получилось. Я не знаю. Вопрос номер 175. Планирую обновить старое WebForm приложение на Blazor Server. Посоветивайтесь, стоит ли игра Switch и получу ли я прирост производительности такого давления. Друзья, смотрите, тут, на самом деле, нужно понимать, что такое WebForm и Blazor Server. Смотрите, WebForm – это ASP.NET. какой-то там, я не знаю, допустим, какой фреймворк вы используете, я не знаю. Если, допустим, WebForm на .NET Core и Blazor Server на .NET Core, соответственно, прироста вы вряд ли получите, потому что одна и та же платформа. Если у вас WebForm какой-то очень старый, ну, допустим, там полноценный фреймворк, нет фреймворк 4 с копейками используется, то, да, прирост вы получите. Более того, есть понимание того, что WebForm – это ASP.NET X, то есть ASPX таблица, грубо говоря, которая работает на, может быть, старых сборках System.web, большая такая библиотека, которая очень медленно работала, за которой все клеммили этот самый WebForm. Но суть сводится к тому, что Blazor вам не дает вырост, Blazor он для UI. То есть Blazor – это UI-фреймворк. То есть если у вас в WebForm было много JS кода, то вам его придется переписать на Blazor, чтобы почувствовать производительность. То есть JS поменять на C-Sharp. В этом смысле будет прирост. То есть вам не нужно держать, допустим, одного разработчика, который имеет и то, и другое. Вам потребуется один разработчик, который имеет C-Sharp. И вот Blazor Server в этом смысле вас никак не ускорит. Другое дело, если разные версии .NET вы используете, то да, здесь будет прирост и значительный. Если говорить про Blazor Server и конкретные компоненты, то наверняка в WebForm вы используете какой-то UI, какие-то там, я не знаю, как они называются, там, валидаторы, там, UI, там, jQuery в конце концов. Не знаю, что вы используете, я предполагаю. То в Blazor Server, если вы это все перетащите, а для чего тогда Blazor Server? То есть если перетащите, смысла нет. Если будете переписывать, потеряете время. Потому что это тот же, как говорится, только в другой руке. Получается, что с точки зрения фреймворка, прирост будет, с точки зрения написания кода, то есть JS и C-Sharp, то здесь только в долгосрочной перспективе вы сможете просто и эффективно переходить от версии к версии. WebForm как бы вот такой, ну, на самом деле, достаточно распространенный еще фреймворк, особенно за рубежом. Очень распространен, там чуть ли не 70% кода используется на WebForm, то есть проекты. Все растет, все движется когда-нибудь. Есть, кстати, и могу подсказать, миграторы специальные, которые могут прямо в WebForm на Blazor Server перекинуть там, грубо говоря, дать советы, что обновить, что не получится перенести. Ну, то есть вот такие штуки существуют, надо ими воспользоваться. Если такая вероятность существует, желательно перейти, а потом постепенно выпиливать JS, но это, собственно говоря, то, чем я занимался в определенное время. Только так получилось. Ну, особого прироста я не увидел, кроме того, что в будущем, возможно, в новых версиях, там, Blazor, в общем, вот такая вот перспектива. Ну, и ссылки, я напомню, что они в описании, и ссылки, собственно говоря, на сайте в блоге. Нажимайте, тыкайте, смотрите. И на этом, наверное, я с вами попрощаюсь. Вам спасибо за вопросы. Были интересные. И пишите правильный код. И пишите правильный код.